Я не знаю, как можно было заряжать камеру и не зарядить, но бывает. Да, пьем не сняла, но вы увидели, короче, камера зарядилась. Ну, я ее поставила на зарядку, получается, она замигала, а потом, видно, перестала. Ну, бывает, такое отходит. Я не проверила, она и совсем не зарядилась. Ладно, в общем, у меня сегодня самое доброе утро, потому что мне позвонил Родик с утра. Это было очень забавно, он просто позвонил, посмеялся в трубку и сбросил. Потом мне сразу перезвонила Карина и сказала, что Диана, извини, надеюсь, ты не спала, потому что мы спали. Родик взял телефон, позвонил тебе, он именно меня набрал, разблокировал телефон, позвонил, сбросил. Это было очень смешно, это было очень забавно. Ну, я уже чапаю к Тане, вот мой пакетик из Теливейл. Он, наверное, не переживет сегодняшний день, он уже немножечко порвался, минус этих пакетов. Я надеюсь, что за сегодня мы справимся. Ну, если не справимся, печально, потому что ехать сюда очень далеко, реально другой конец города от меня. Я не люблю этот район, ну, за что поделать. И Таня теперь работает вот в таком полцветном здании, насколько я поняла. Снимает уже офис, арендует. Так как она дома работала, это, наверное, было не очень комфортно, я ее понимаю. Знаете, как дома там маникюры делают, стригут, шьют. Все-таки не хочется делать из своего жилища проходной двор, и поэтому она уже вот сама, отдельно, в описе. Ну, я за нее очень рада. Ну, меня бесит, что я снимаю на телефон, конечно. Что же она такая короткая? Кажется, да? Ну, да, она должна хотя бы до пола доставать. Ну, ладно, уже не лежать, но что можно придумать, я даже не знаю. Я не знаю, что можно придумать. Процепить к низу что-нибудь? Да, тоже. Или еще одну юбку сделаю? Мне кажется, под низу надо просто, да, кусок какой-то ткани, ну какой. Такой же самый шифон розовый, именно в такой цвет. Тогда оно будет как-то еще работать. Сколько тут надо метров? Сейчас тебе скажу. Сколько тебе надо тут? Если солнце делать, то мы к линии солнцем. Да, вот так, прямая такая. Ну, типа, ну, можно к линиями, а это одна длина. Ну, да. Ну, так, с к линиями добавить, только ниже. Чуть-чуть длиннее, да, чтобы эти выше были, а то... Одна длина? Ну, я думаю, хватит. Сколько там метров? Ну, максимум метр десять. Ну, вот, видишь, хватает. Ага, да, да, да. Метр. Ну, метр. Ну, метр. Метр... На полтора они сейчас и полтора. Это один кусок метр на полтора докупить? Ну, ширина полтора ткани у тебя. Ага. Ты берешь метр. Ага. Все. Метр на полтора. Да. Один кусочек им. Один кусочек. Я поняла. А, у меня есть там как раз отрезок, я могу с ним пойти в магазин. Я его тебе тоже покляню вот так вот. О, там чуть подниму. Обработаю. И пусть оно вот так телепается, только более, ну... Ну, да, только как-то бедненько, еще и коротенько, да. Более густо, и будет длиннее. Да, тоже как подстрелянное. Мне по-любому скажут, что коротко. Это прям точно не знаю. Что подшить надо. Ну, тут сзади все прикрыто. Надеюсь, сильно не просвечивает. Вот тут, видишь, шорты. Ну, мы туда можем прицепить, да, потом? Вот тут клин сюда, прицепим. А то как-то слишком. И пусть оно там уже межуется между собой. Окей. Потому что это дружно. И опять же, отсюда, отсюда, пошли вот эти вот. Да, бусики там будут. Бусики ж. Бусики. Сколько же их надо, этих бусиков там? Да там где-то надо две-три. Ну, на одну нитку, наверное, получится. Ну, там, наверное, да. А надо где-то хотя бы две. Там, наверное, на одну. Да, тут где-то на одну нитку получится. Ну, там на Лите сколько? Две висят или три? Три вроде висят. А? На Лите три вроде висят вот эти бусики. Да, четыре. Даже четыре? Знаешь, куда заедет? Куда? Склад, который был на Круговой, он переехал на Анголенко. Ой, прекрасно. А куда именно? Там еще переехать далеко не надо. Вот так? Ну, как-то так. Ну, чтоб же он еще свободно двигался, если беру кидома. Ну, да. Ну, это вот смотри, на резиночку, допустим. Допустим. Вот, на резиночке теперь. Оно должно быть аж там. Аж там? Да. Не-не, не тут. Вот тут прям, да. Можно, конечно, через палец, но через пальцы. Можно, да. Ну, здесь шов. Ну, здесь шов. И его, наверное, я бы процепила к лифу вот сюда. Ну, давай туда-то. Сюда, к... Я поняла, к розовой бретельке ты. К тисне, да. К бретельке. Вот как раз у тебя это, ну, даст. Да-да-да. О! Да все, да, прекрасно. Все, все. Главное, чтобы поднималась и все. К бретельке. Там на вторую еще хватит. Не, вторую как. С одной. Давай с одной, да? Да. Все равно вторую сюда успеешь сделать. А я не знаю, на правую или на левую? Правую вроде тоже должно быть. На левую. Знаешь почему? У тебя там-то нога закрыта. Да. А это открыто. Ну, я там. А я думаю, что с этой стороны это фигня. Хотя тут с этой. Ну, и что? Не знаю. Логики нет. Сейчас бока посмотрим, что там пока немножко встает. Мои бока? Ну, вот эти. Сюда боков нет. Прикольно, да. На эти розовые цепицы и прям по цвету классно. Купила сливки Чапову домой. Я заметила, что вот такой маникюр, как я сделала сейчас у многих. Причем, да, заметила я это после того, как сделала. Вот реально. У Карины такой. У мамы такой. У кучи моих знакомых такой. У каких-то известных блогеров тоже такой. Господи боже. Это, видимо, какой-то тренд. Ну, в принципе, это здорово. Да. Ну, ничего, что он у всех такой сейчас. Но он действительно очень аккуратный и нежно смотрится на руках. Так женственно, знаете. Не бросается в глаза. Вот все идет. Вот. Созванивалась уже с Лешей. Они уже, наверное, и Днепр проехали. Ветер такой сильный поднялся. У меня, короче, сидела в маршрутке возле окна. Как сдуло. Она, блин, в ухо. Я как-то закрыла. Причем, я когда закрывала это окно, у меня щеки трепехались. Ну, серьезно. Он мчался. Еще не ветер такой ужасный. Пойду, короче, домой обедать, пить кофе и играть в одну игру. Сейчас вам покажу в какую. Играю я в новую ведьму из Блэр. Немножечко меня почему-то игра подтормаживает. Ну, не могу сказать, что сильно страшно, но интересно, потому что ты играешь за детектива, с собакой. На самом деле, очень даже увлекательно. Поэтому рекомендую игроманам моим. Там двум человекам, да, наверное, которые играют вообще в игры. Посидев два часа дома, поиграв немножечко в уру, которая висит и не цепляет сейчас, я загустила. Как-то совсем без Леши грустно. Грустно отмыслить, что выйдет в городе. Реально какая-то апатия. То же самое сейчас с мамой происходит. Она говорит, что папа, когда уезжает, все время так грустно. Не хочу ничего готовить, ничего не хочу есть. То же самое было у меня. Такой же самый магазин из Роди. И эта с Роди бесилась, помогает ему, катала его тележки. Сама его тележку катала. Какой смешной, вообще класс. Когда у него вороженное состояние, просто прелесть. Когда он грезную признает. Только что ходили в этих... Что? Ку-ку. Ходили в этих отделах с печенькой. Он сильно просил печенье, мама сказала, ему нельзя. В итоге он у нее... Нет, Роди, нельзя. Он у нее выпросил, она его купила. Так он еще и на мышку украл какое-то печенье и сидит и ест. Мы смотрим на него. Он вообще из печенья, которое не мама взяла, которое не в пакете. Просто секунда, мы не уследили. Ага, белый пакетик, да. Вон мама что-то покупает есть, потому что дома ничего нет, она ничего готовить не хочет. Родюха, вкусные печенья? Да. Да? А какое вкуснее было, первое или второе? Это уже сложный вопрос. Ты видел, ты весь грязный? Фу! Свиня. Маленькая свиня. Смотрите, какие у мамы красивые. Хоризонтемки. По-моему, мне хоризонтемы вообще никто никогда не дарит. И не дарил. Такие симпатичные, они такие пушистые. Ну, это не розы. Я заметила, что только у роз вода как-то не так быстро дамутнеет и она не воняет. Самый благородный цветок, наверное. И вот орхидея какая симпатичная. Где ты такую маленькую взяла? Она растет большая или цветочек такой маленький есть? Ну, просто приня. Тьфу на нее. У тебя уже столько этих орхидей. Поплю, я на тебя иду. Господи. Я когда шла с маникюра, там возле аптеки огромный миньон раздавал листовки для какого-то розыгрыша. Как же он называется? Специальная штука, чтобы давление измерять. Ну, типа. И еще какой-то другой. Еще какой-то другой прибор разыгрывали. Это я вообще впервые вижу такой прикол. Разыгрывать в аптеке, что-то. Ну, это вообще фиаско просто. А тут что, роют яму, роют. Ты не знаешь, что здесь строят у тебя? Гараж. Вот это гаражи будут? Гаражи будут. Это вся пыль, вот это весь песок летит. Ты видишь, он туда? Да, на подоконник. На этом, да. Тут соседи не тут делали, но у меня курищи стекла. Рядом она, я думала, закончат ремонт, помыть окна. Теперь я терю их. Ну, ты знаешь, у тебя чистые окна. У меня вообще ужасные какие-то стали окна. Соседи мои, глянь, которые не разу не видели какие они. Я остановлю твои окна. А как глянуть, как я не у соседей. С остановки здесь. Она за два года не разу сам будет у тебя в двери, не помнила. Не то, что окна, а еще-то еще. Уплывает. В коробочке, правильно? Упили с мамой положим. Да ладно. Ты хотела разогревать в этом корыце пластик? Не, ну там не можно разогревать. Нельзя. Тортик отсюда спокойнее. Ну, короче. Таким, спасибо. Она не жарко там. Не болтает. Угу. Угу. Купили с мамой эстерхайзель. И лосунка, не знаю, как по-русски сказать, пирожное вот такое. Она меня что-то манила. Мама как-то недолго выбирала. У меня было себе. Угу. Угу. Там корзиночки вкусные. Что ты будешь есть? Тайок, можно? Угу. Угу. Вот тот сухо цвет твой. Фрукты сушеные. Угу, угу, да. Бец. Леша написал, что я красотка. Да я фотку прислала в костюме. Так неожиданно и приятно. Вот видите. Я уже села. Так я не фоткаю. Я снимаю композицию. Ты сиди. Ты сиди. У тебя платье под цвет цветочек. Ты ты снимаешь. Ну пока это я уже устала. Уже часть. Такова жизнь блогера. Ну я же не блогер. Как красиво посиди. Ты прям как картина какая-то. Грустная. Грустная. Да. Грустная жена. То есть, что ты знаешь, что там, заглянуть в окошко грустно, на кадре посмотришь. Очень красиво смотрится твое платье под цвет этих цветочек. А, да. Ну да, что-то очень забавно. Все. А родичка бабушке дарит тебе. Угу. Потому что родичка что-то сломала. Лучше разбил тогда, по-моему. Ну это мы не будем уточнять. Ну я уже уточнила. Ой, классно тут у тебя, иди. Жарко совсем. Да, уже жарко. Можно здесь ужинать, утром чай пить. Утром да и солнце светит с утра. Ну если рано, утром как мы пьем кофе в 6 утра, то и нормально. А уже в 8 будет солнце. Классно. Еще б зимой было б тут здорово, когда снег. Я не знаю, как они на завтрак может успеем сделать сырную. Сырник. Ну не знаю. Как в отеле, я говорю, приходи ко мне надо. Я говорю, было бы здорово, если бит открывался еще какой-нибудь там. Не знаю. Ну небоскреб был. Мама сказала, ну океан вообще, ну это что-то из области фантастики. Ну хоть бы город такой поинтересней. У меня теперь все, болезнь. Я как прилетела из Китая, и все, мне все кажется таким длинненьким. Вот я еду, и как-то даже людей в городе кажется мало. Как-то все так... А что в Китае сейчас там много было? Там, понимаешь, как движуха постоянно. Может быть, это может быть в Киев. Там такая движуха, что нафиг она нужна. Ну те же самые постройки все. Вот эти наши, вот эти вот муравейники. Нет, там конечно были, мы проезжали район. Я его на видео снимала, где огромные просто высоты. Я бы не хотела такие высоты. Это вообще... Не, я жить не знаю, но я в шоке была. Я вообще такого нас не видела. Нет, это бомба. Он берегу океану, что вообще никого рядом не было. Ну а что, и не жили в Компуте? Да. Так они жили. Эх, бедный мужик. У него совсем не заводится машина. Уже на 100 раз разгонялся. Вон, видите, зелененькая. Бедняга. Он ее с толкача пытается завести, она все никак не едет. Ну что вы, никто не поможет, а? Мужики, помогите. Ну, мужик, помоги. Он видел, он уже... А, он не один, он с девушкой. Капец. Вот эти вот машины, вот вам, беда с ними. Никто не поможет. Хоть мне, блин, с десятого этого раза спускаться толкать. Сейчас оно едет. Не, не едет. Даже девушка вышла уже толкает. Никак. Мам, может, пойдем подтолкнем? Так он уже... О, поехал, ура! Фух, я за меня переживала-то, как за своего. Посидели мы с мамой очень хорошо и долго. И я притопила чуть задом посмотреть на закат. Чуть-чуть хотя бы. Ну, я как бы не наблюдаю здесь какого-то супер нереального какого-то зрелища, но все же приятно посмотреть на такое рыжее солнце. Да, грустно отмыслив, что я буду одна ночью. Мне кажется, это вообще первый раз, когда я ночую одна. Я даже решилась просто остаться одна. Не знаю, меня мама позвала, сказала, давай, ты придешь со мной переночуешь. Я сижу, говорю, ну хватит уже, меня всем пугать. Меня все пугают. О, как ты будешь одна? Какой-то ужас. Пора уже, наверное, хоть разочек одной-то переночевать. Просто, что да, скучно, грустно. Ну, меня на этом многие не поймут. Наверное, многие сами ночуют как-то и, ну, нет такого, как у меня. Я вижу очень красивые камши, которые можно красиво сфоткать. Я уже сделала очень красивую фотографию у мамы. У меня на балконе очень фотогенично, но очень сильно помог фотографии фильтр с VCO. Вообще там есть фильтр C8, по-моему. Он реально очень осенний, поэтому рекомендую всем, кто хочет делать красивые такие рыжие осенние фотографии. Вот именно там можно так сделать. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вот. Для солнца скоро сядет, ребята, я пошла делать красивую фотографию. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, на инстаграм и участвуйте в розыгрыше. Пока еще есть время, потому что 13-го числа уже буду объявлять победителей. Все, всем пока.